Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла, Елена Горчакова. Как видите, с наступлением зимы мой видеоблог я продолжаю вести уже из домашних условий, из своего дома. И сегодня я хотела сказать несколько слов о своем новом виде Иван-чая, об Иван-чае Малиновский номер 9, Сибирская вишня. Ну, номер 9 он у меня потому, что был он мною, так сказать, как бы сделан, собран, дофантазирован, если хотите, в какой-то мере еще летом. Но до вот буквально недавнего времени он находился закрытый в такой кедровой бочке специальной и возревал, набирался ароматом, пропитывался своим ароматом. А вообще у этого чая есть такая своеобразная история. Я, как думаю и многие из вас, очень много хорошего слышала о чае из ферментированного листа вишни, из вишневого листа. У нас здесь растет дикая вишня, такая адаптированная к Сибири, она очень кислая на вкус, то есть почти, ну, только для компота годится. Вот. И я решила попробовать сделать чай из ферментированных листьев этой вишни. Провела ферментацию, как положено, но оказалось, что чай из этих листочков горчит. Ну, растения северные, какие-то, какие-то особенности есть. Видимо, из южной вишни чай очень вкусный сам по себе, из листиков вишни. А вот из северной получился такой горький вкус у него. Вот. Я... Ну, аромат был совершенно потрясающий, просто сногсшибательный аромат именно вишни вот от этого, от этих листьев исходил. Я была разочарована тем, что горький вкус имеет напиток. Вот. Посоветовалась я с местными бабушками, со специалистами по иван-чаю, с теми, кто из года в год, не знаю, там, десятилетиями, может быть, даже столетиями уже делает из поколения в поколение иван-чай ферментированный. И они мне сказали, так что же ты, говорят, Леночка, мучаешься? Есть же... Можно же сделать иван-чай на вишне. Я говорю, как так на вишне? Ну, каким образом? На вишне как можно сделать иван-чай? Ну, говорят, очень просто. Возьми вишневый сок, когда вишни собрали, и вот будешь иван-чай разминать для ферментации, для того, чтобы черный сделать, черный иван-чай, как они говорят, и туда вишневый сок добавлять. Я так и сделала. То есть последовала этому совету. То есть у одной партии иван-чая, которую я готовила руками, своими собственными, я добавляла вишневый сок при ферментации. Уже при ферментации, уже когда пошел процесс вот этот вот, этот чай стал пахнуть иначе, чем вообще иван-чай пахнет. То есть аромат иван-чая остался, но к нему добавился аромат вишни вот этот вот. Но я на этом не остановилась. Я взяла еще и ферментированный лист нашей местной вишни, северный и добавила в этот чай, но тут немного, тут примерно 5% по объему. Но аромат вот этих листьев, он пропитал все, особенно потому, что я подержала его закрытым, в кедровой бочечке такой, в хорошей, вот весь этот, всю эту партию чая. Он пропитался ароматом вишни насквозь. Вот это я назвала Иван-чай малиновский номер 9, сибирская вишня. Хотя на самом деле это традиционный рецепт. Вот Иван-чай черный на вишне, так называют его в деревне у нас, если кто-то пил. Вот, я вот заварила его тут в крошечке. Он такой прелестный цвет коньячный, имеет немножко красноватый оттенок. Он очень вкусный, очень ароматный после заваривания. Сам по себе он выглядит вот таким вот образом. Ну, то есть практически ничем на вид не отличается от любого другого ферментированного листового Иван-чая. А в нем немножко есть цветочков Иван-чая, иногда встречаются. Я их так оставила, они его, на мой взгляд, украшают, и мне кажется, что какую-то тонкость, аромату специфику придают тоже. Вот такой вот чудесный чай, сибирская вишня. Он сейчас есть у меня в Медвежьем углу в продаже. Пожалуйста, заказывайте по 250 рублей за 100 грамм. Вот этот вот чудесный чай, сибирская вишня. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Если вы смотрите меня на YouTube, то палец вверх. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал. С вами была Елена Горчакова. До новых встреч, дорогие друзья.